Покупка дыни или арбуза – ответственное занятие. Ведь всегда хочется выбрать самый спелый и вкусный плод. Но как? Для этого следует знать правила. Чтобы вкус арбуза принес радость и удовольствие, помните, лучшее время для его покупки – август и начало сентября. При этом, чтобы выбрать самый сочный, обращайте внимание на размер. Нереально крупные плоды – результат чрезмерных подкормок, а они с легкостью могут превратиться в нитраты, что особенно опасно для здоровья человека. Мелкие – также плохой вариант. Ведь они не полностью развились, соответственно, недостаточно вкусные. Оптимальный размер – средний, примерно в 6-7 килограммов. Далее посмотрите на окраску. Корка арбуза должна быть контрастной, то есть максимально четко обозначены темные и светлые полосы. Ну и, конечно, звучание. Плод должен резонировать. Для этого две руки приложите к нему, и правой постучите вбок. Звук должен отдаваться в левой. Также обращайте внимание на хвостик. Он должен быть сухим, ведь если он зеленый, то арбуз явно сорван раньше времени. Еще посмотрите на пятнышко сбоку. Если оно есть, значит арбуз успел дозреть на грядке. Цвет пятна должен быть насыщенно желтым, темно-оранжевым, но не белым. Что же касается дыни, то здесь сначала обращаем внимание на внешний вид. Хорошая не должна быть в трещинках и пятнах. Через них могут попасть болезнетворные бактерии. Далее аромат. Сладкое, спелое, имеет запах, напоминающий ваниль. Если же вы понюхали плод и не почувствовали его, он недозрелый. Переспевшая дыня слегка отдает гнилью, а недозревшая сыростью. Носик, успелый и вкусный, должен быть умеренно мягким. Слишком твердый вариант – признак неспелости. Как и в случае с арбузом, выбирать эту бахчевую культуру можно и по звуку. Запомните, спелая дыня дает глухой хлопок, а не звонкие, как у арбуза. Так как продукт сезонный, необходимо смотреть на пигментацию, характерный цвет. Он должен быть насыщенный, без зеленых вкраплений, потемнений и белых пигментных пятен. Надеемся, наши советы вам пригодятся. Удачи в выборе!